чё кого друзья с вами коровит мы находимся в супер world box и продолжаем играть в нашу челлендж смотреть кто же кто же останется живым на черном черном квадрате эльфы такое впечатление как будто уже проект проиграли этот бой не знаю сколько это затянется диснея как они могут наверное выиграть если это заключат мир но мира наверное не будет у них я так думаю мне так кажется война пока орки находятся все время в стороне мне кажется что если орки чаще воевали то им было бы гораздо сложнее 160 население гном гномчинского города города гномов вот это серьезно потому что не могут сейчас на они уже в принципе собрали неплохую такую армию выдвигаются на эльфов которых гораздо меньше вот гномов тут прям очень много идет очень много гномов большой отряд тут и ближний бой дальники подбираются потихоньку к эльфов к эльфам и вы выносят их буквально по одному да понятно что понятное дело что там очень много жителей и крестьяне сейчас тоже будут нападать но мне кажется что вряд ли что-то у них получится хотя смотрели нет непонятно пока я пока негодую углов авто по сути остались только лучники но они прям сильно бьют больно нет все таки эльфы защитились от гномов а у людей этого не получилось хотя у них была примерно точно такая же ситуация да и если кто не помнит кто не смотрел прошлый выпуск здесь еще были у нас люди вот но к сожалению они пострадали самые первые вот поэтому они у нас исчезли и их больше нету у орков тут про какой-то мегаполис тут у них трафик тем пробки везде и все остальное у них там какой-то хаос происходит на вот ну а здесь потихоньку нас война между гномами и эльфами вот если бы орки сейчас бы объявили войну гномом то тогда вообще было бы непонятно кто выиграет потому что тогда было бы гораздо сложнее гномом нападает на эльфов эльфы был это время смогли бы себе ну как-то сделать плюс-минус нормальную оборону то есть них бы было бы гораздо больше воинов они бы смогли как-то бы обороняться более эффективно что тут у нас происходит но опять же небольшое количество гномов я не понимаю почему они это делают они нападают 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 как-то по чуть-чуть по чуть-чуть эльфы слабенькие то есть их прям ну их прям выносят как семечки такое чувство как будто знаешь даже гномы лучники гораздо лучше чем эльфы лучники потому что эльфы прям как там не за ник они они прям как-то долго бьют гном 1 1 типа со своего лука и все эльф уже валяется хотя по идее ну типа эльфы это штамм лесные жители лучники вот это вот все но чё-то тут они как-то слабенько себя показывает на самом деле до сих пор орки ни с кем не воюют скорость стоит x5 у нас уже триста двадцать один год прошел с основания этого мира то есть уже довольно долго идет война и пока непонятно пока вот прям опа чё началось нежданчиком так смотри гномы перестали воевать с эльфами и орки решили напасть на эльфов мне кажется что у орков точно ничего не получится если если не получилось у гномов то у орков уже не получится сто процентов потому что ну типа эльфов тут не так уж и мало да ну орки чё там пытаются как-то там сюда отправляет отправляют армию но они отправляют их так вот по одному и они уже их здесь просто как семечки щелкают орков эльфы поэтому не получается ничего к сожалению но эльфы молодцы они держатся держится уже довольно долго никто ничего с ними не может сделать не гномы не орки ничего не могут сделать эльфом это блин интересно на самом деле потому что на первой карте эльфов просто вынесли сразу же то есть как только эльфы напали на гномов на прошлом выпуск ой нам ну типа на по прошлым челленджи да там где была вода как только эльфы напали на гномов и да на гномов и развязали тем самым им руки то гномы буквально сразу же стерли в порошок в принципе как и здесь смотри тоже бежит большая толпа большая такая да гораздо больше мне кажется чем у орков была эльфы их встречают но вот здесь вот уже интересно тут конечно гномов много тут также ближники и лучники и пока вроде бы все довольно так неплохо со стороны гномов происходит то есть они прям прокидывают по эльфам направо налево но опять же все меньше 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 потому что у эльфов заметно большее количество лучников то есть если у них не качество да по демагу а именно поколить ну смотри здесь сразу же нападают еще и орки и гномы и орки нападают плюс-минус одновременно на эльфов и эльфам приходится отбиваться сразу с двух сторон но если с оргами эльфом принципе все таки как-то попроще да потому что у орков я так понимаю меньше брони наверное вот то с гномами им конечно потяжелее сражаться но несмотря не бы они буквально на два фланга то есть они там и там обороняются прям не слабенько оказались люди прям самыми самыми максимально слабеньким у них в принципе все было то же самое что сейчас у эльфов но буквально там через сколько через две-три атаки гномов люди просто легли а здесь гномы пытаются 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 и вообще никак они по они просто не пробивают этих эльфов офигеть кто бы мог подумать что будет именно такая ситуевина у нас происходить так а здесь у нас так орки о о как все орки объявили войну гномом и эльфы тоже объявили войну гномом гномы нападают на орков эльфы нападают на гномов интересный такой момент что будут делать орки смотрите в этом выпуске как-то так так ну не навряд ли на вряд ли гном еще что-то смогут сделать хотя они идут такой довольно плотной формацией но все-таки орков здесь много они даже практически не умирают ну и здесь прям очень много действительно чтобы гномы здесь что-то сделали им бы надо бы как-то собраться они все-таки крайне не собранные потихоньку пасть неужели сейчас орки вот этой сей толпой будут нападать на гномов ну орков тут прям толпень прям орда они сносят они сносят гномов они сносят их офигеть вот это сейчас было неожиданно но гномы смотри но нет гномы отбились они отбились прикинь офигеть они собрали все-таки волю в кулак и отбили атаку орков орки отправили буквально всех своих воинов то есть они отправили прям большой отряд на гномов они снесли им несколько зданий ничего в принципе важного то есть это были просто обычные здания жесть вот это сейчас было неожиданно я не думал что орки смогут собрать такую армию такой большой отряд я думаю что гномы до гномы наверно сейчас будут что-то делать они видимо так просто отправили чисто кого-то там на разведку и все возвращаются оба опа все война закончилась у нас с орками понимаю сельф опа так у нас сейчас никто не воюет да все все восстанавливают свои силы не кстати довольно быстро потому что тут уже 120 тут уже 120 здесь уже даже здания вот эти все исчезли которые были вы говори выгоревшими вот целом все довольно ну опять же все просто восстанавливается то есть они вроде бы вот орки они практически они практически снесли гномов если бы они хотя бы снесли им половину то гномам было бы уже сложнее ну прям явно вот тогда вполне бы эльфы их могли бы дожать но сейчас уже мне кажется они восстановились полностью и наверно даже ближайшее время опять нибудь никакой войны 158 145 160 у эльфов почему-то не растет количество эльфов у орков количество растет у гномов пока меньше всего гномов пока являются аутсайдерами но пока нет никакой войны еще никто ни с кем не воюет никто никому войну не объявил я бы на месте бы орков попытался бы все-таки гномов дожать пока не поздно пока у них не так много воинов я думаю что все зависит от того что ну типа от ресурсов то есть насколько быстро у них идет поступление камня металла опа так у нас началась война основа между гномами и орками эльфы пока в это дело не втянуты эльфы пока да у них смотри у эльфов 160 и количество не растет может быть опять какая-то багуля так тут интересный замес у нас происходит максимальное количество гномов максимальное количество орк ну типа отряды да которые накопились вот и но здесь гномы явно будут выигрывать потому что их тут по моему больше могу ошибаться но по-моему гномов здесь побольше проблема в том что орков не так много лучников у них в основном бойцы ближнего боя а в ближнем бою все таки сильнее гномы поэтому мне кажется что оркам прям будет больно сейчас уж гномов еще больше прибывает гномы собрались силами но как так получается ты смотри то что это все это конец неужели здесь оркам придет конец неужели что сейчас что-то будет 1 все идут идут нет 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 все 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 орки все таки взялись силами они снова собрали большой отряд вот если бы они сейчас вот этим отрядом напали бы на гномов вполне возможно что история гномов бы на этом закончилась но здесь просто прикол в том что тут не все войны тут большинство это крестьяне а по нежданчиком эльфы напали ты смотри как но это все это все живут порги живут упал а я а я думал все а я думал это конец нет выжили смотри еще одна волна эльфов но их не так много просто проблема в том и гномы тоже да и гномы тоже идут проблема в том что у орков остались в основном только крестьяне у них не так много воинов сейчас точнее их прямо очень мало а если нападают за еще из двух фронтов и гномы и эльфы одновременно то ну это наверное прям больно будет сейчас орком не знаю вот сейчас они вы а смотри гномы куда-то они отступили или орки здесь выиграли непонятно вот виша не бегают здесь вас но все крестьяне бегают вот здесь вот вот в этой толпе но судя по всему что у орков крестьяне тоже извините подвиньтесь как бы не слабенькие такие они там бегают и здесь бегают они прям буквально от отражают атаку на два фланга причем такое чувство как будто не отражают гораздо сильнее чем это делали эльфы в свое время так война также продолжается еще с двумя расами но тут тут по-любому ничего не получится у орков они точно не смогут зайти до гномов а а вот гномы вот этой армии могут немножко орком подсолить но они не пойдут да это видимо такая чисто армия была для защиты и все эльфы снова бегут пытаются тоже которую в третий раз четвертый раз пытаются напасть на орков и что-то с ними сделать но опять же я прям я прям это максимально не верю мне кажется что все таки здесь будут доминировать снова гномы то есть они соберут мне кажется еще больше армию соберутся силами и все-таки порвут орков у них на самом деле практически вышло хотя с другой стороны и и орков это тоже практически вышло не тоже практически на провале гномов полностью вот поэтому ну как-то как-то пока двояко двояко конечно орков здесь много ходит это да это да падают на гномов эльфы стоят особняком так ну ну здесь да здесь получается крестьяне вот они бегают выбежали биться с орками но ничего абсолютно у орков из этого не получится они опять отправили часть на базу на базу видимо уходят только крестьяне а атакуют именно воины скорее всего именно поэтому отряды всегда атаку ты и разделяются то есть бежит отряд до на защиту где там допустим человек 30 да и потом после защиты этот отряд разделяется часть бежит обратно в город это к крестьяне а часть идет в атаку этот как раз таки воины которые были я думаю что это работает как-то так так тут на 160 блин ну вот как тут 160 и что-то и не туда и не сюда наверное стоит все таки уже ребят ускоряться потому что это может затянуться реально надолго а прям затягивать это опять же на три выпуска что нету никакого желания потому что хотелось бы уже быстрее узнать кто же все таки выиграть то у нас нажимаем на бургер берем жучка sonic speed или можно ада ну да все правильно sonic speed мы делаем и смотрим кто же на sonic speed у нас выиграет так война против эльфов орков так гномы эльфы подключаются никак не получается не получается не у эльфов не у гномов что-то сделать с орками вообще никак орки как будто какая-то значит туча какая-то туча ос летает и просто опа опа вот это сейчас было нежданчиком подожди к ты видал что случилось ты видал это дело а тут у нас под шумок напали эльфы на гномов все а я-то думал тут все типа гномом хана а как так вышло что эльфы сумели разбить несколько они станет это здание вот она стоит военная как так получилось что они напали и снесли какую-то часть города гномом тут смотри еще и орки тоже бегут а у гномов все воины здесь находятся они воюют сейчас с эльфами здесь по сути остались только крестьяне тип того все смотри 60 уже да да все гномов прикинь выносят а я-то думал что гномы здесь тоже будут доминировать не слав хотя а нет смотри их не выносят еще ну второй отряд конечно бежит орков но мне кажется что не получится у них добить или получится деревья там падают не получилось прикиньте их да их так и не добили эльфы эльфы вообще перестали атаковать гномов неужели у них перемирия нет примере нету ну вот смотри бежит следующая волна эльфов они видимо собирали воинов сейчас гномы уязвимее всего потому что у них практически нету воинов это большая проблема для гномов потому что у них в основном только кредит только крестьяне а у эльфов достаточно много лучников которые этих крестьян могут убить просто издалека что в принципе сейчас и происходит большое количество быстрых и сильных лучников у эльфов да смотри они прям прокидывать по гному хочу а в чем дело они испуга а куда они все двинулись они просто ушли почему пробежали орки которые ну все ну вот теперь они точно гномов добьют да все то есть падают уже дома 59 58 гномов 55 дома падают чем меньше будет у них домов тем им будет сложнее восстанавливать армию но пока нет пока еще принципе дома держатся то есть мне мне непонятно почему отступили эльфы они заключили перемирие поэтому они отступили вот она чего интересно интересно слушай я-то думал что ну типа уже все ну то есть эльфы они уже практически выиграли они на своими лучами просто простреливали всех гномов так как там были только одни крестьяне я думал что они все-таки заберут их все перемирие у всех нет нет перемирие только у эльфов эльфы перестали на всех нападать но орки с гномами до сих пор воюют пока конечно же у орков большое преимущество в этом плане то есть если они сейчас соберут большую толпу то возможно смогут как-то пробить но нет 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 видимо это опять затянется потому что оркам теперь придется отражать целых две атаки атаку эльфов и атаку гномов эльфы бегут так возвращаются обратно у орков война только с эльфами у эльфов только с орками гномы пока ни с кем не воюют они накапливают силу вот это плохо то что они их оставили видишь то есть они их оставили в итоге опа 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 подожди а нет все нормально все нормально тут орки взялись все таки и отразили атаку эльфов блин знаешь я как будто на футбольном матче комментирую что происходит на футбольном поле типа кто кого кто где вот тоже а ну они тоже они тоже заключили пакт они короче нападают и потом в последний момент решают отступить и заключают перемирие это самый большой минус гном его тоже почему-то отступают вторая волна но мне кажется что одна одна раса другую не истребить то есть надо чтобы была война против двух чтобы как бы была атака с двух флангов тогда будет гораздо проще вот пока все вот так идет конечно сложно здесь вот периодически нападает конечно и эльфы на орков и гномы на орков ну чё-то как-то блин слабенькая как-то слабенько все-таки все-таки орки орки раса сильная не получается у эльфов ничего сделать орков слишком много вот в чем проблема еще одна волна эльфов и это что тут еще такое происходит что за хаос какой-то нет 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 не не знаю не знаю не знаю в чем блин дело все заключили дуру с друг друг с другом союз опять у нас война орков и гномов да ребят это может очень долго продолжаться я не знаю сколько когда это закончится я думаю что на следующем выпуске мы точно узнаем кто уже победит но пока я вообще не могу понять кто лидирует ну вот прямо абсолютно пишите свои предположения как вы думаете кто здесь все-таки выиграет кто останется последней расой с вами был кори всем удачи и пока